МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Иногда кажется, что мы проходим улицы какого-то африканского города просто. У меня комментариев нету по этому поводу. Это просто километровая очередь за пиццу. К везувитам. Перебегаем быстрее улицу, потому что здесь нас никто не будет ждать. Ха-ха! Дорогие друзья, всем огромное итальянское добро джорно. И снова Соренто, и снова раннее утро. Сегодня, к сожалению, погода у нас не особо располагает к водным процедурам на море. Поэтому мы решили переместиться немного на север и поедем в Неаполь. Посетим, так сказать, главные достопримечательности города. И, возможно, очень возможно, попробуем на вкус ту самую известную на весь мир пиццу, которая, собственно, и была придумана в Неаполе. А пока мы идем по главной аллее Соренто в направлении же дистанции, для всех желающих самостоятельно посетить достопримечательности Неаполя за один день, приготовлена бонус-карта со всеми местами, которые мы посетили в этом видео. Получить карту с пешим маршрутом вы можете, написав напрямую в директ нашего инстаграма, ссылка на который находится в описании к видео. В общем, когда будете думать насчет завтрака, обязательно заходите в это местечко, потому что, в отличие от центральной аллеи Соренто и баров, которые расположены там, здесь капучино, действительно, настоящее капучино из Италии, и вкусные также брешь-выпечка. Помимо этого, стоит все на 1 евро дешевле. В масштабах завтрака, кафе-брешь, это, считаю, вы сэкономили 12% чирка где-то. В общем, билеты на поезд Соренто-Неаполь вы можете купить вот в этом киоске, и, в принципе, на двоих человек туда-обратно вам обойдется в 15 евро, что достаточно экономно по итальянским меркам. Честно, не ожидал такого внешнего дизайна от поезда, ну ладно, креативно. Если едете в Наполь, будьте уверены, поезд в таком граффити будет ваш. И, наконец-то, прибываем в Неаполь, получается, остановка Наполе-Гарибальди. Это поезд, напоминаю, из Соренто. Приключение в формате «один день по Неаполю» начинается, и тут стоит сказать то, что по-английски, по сути, ранец, рюкзак называется «бэкпэк», что в переводе на прямой русский «сумка на спине» или «спинная сумка». Так вот, в Неаполе я бы уже «бэкпэк» превратил в «честпэк», то есть «сумка на груди». И, кстати, это хорошая бизнес-идея, действительно, создать именно походные рюкзаки для таких мест, где «бэкпэк» может внезапно исчезнуть. Для любителей инфопоинтов, к сожалению, на железнодорожной станции мы не нашли ни одной точки, где бы могли дать бесплатную карту. Поэтому будьте готовы выложить за карту 2 евро. В принципе, никого, я думаю, это не обеднит, но, к сожалению, в отличие от других мест, где этот сервис, по сути, бесплатен, здесь, в Неаполе, приходится уже начинать платить с самой железной дороги. Мы на площади Принципо Умберто. Сейчас двигаемся к направлению порта Капуана. Первое впечатление от города. Он намного ощущается более аутентичным, нежели Милан, но есть свои нюансы. Наверное, не такая безопасная обстановка. Улицы, конечно, более грязные, что ли, да, и здания местным шармом более обшарпаны. Ну, куда итальянский Неаполь без русского Ивана, ребята? Уже на входе, пожалуйста, есть наши продукты и магазинчики. Кто заскучал вдруг по русской еде? Первый пункт нашей остановки – порта Капуана. Городские ворота порта Капуана были построены в результате расширения восточных границ Неаполя в 15 веке по приказу короля Фердинанда I. В те времена ворота служили не только входом в город, но и находились на пересечении важных торговых путей. Китайский, китайский язык, конечно, красивый. Переходите улицы на свой страх и риск. Тут вам никто причиненца не даст. Своё название ворота, как и стоящий напротив одноимённый королевский замок резиденция, берут от названия городка Капуа, которому вела дорога от ворот. А это оказывается Кастенно Капуано. Мы его даже так особо и не встретили, думали обычное здание. Но фасад, фасад хороший. Перпатого замка похож на тот, который у великой и могучей. Видать, копипаста, копипаста от итальянцев, друзья. Да-да-да. Всё очень красиво. Это Спаканаполи, да? Вот мы и вышли, наконец-таки, на самую знаменитую улицу города Неаполь, которая дословно переводится «разделительная Неаполя». Носит она название Спаканаполи. Да-да. Улица, по сути, является артерией города и разделяет его на две огромные части. Знаменитая классическая система сушения белья по-неаполитански. А всё почему? Да потому что квартиры на этой улице достаточно маленькие и реально пространства нету для того, чтобы высушить бельё. Вот и приходится как бы искать альтернативные варианты. Улочки настолько тесные, что приходится включать режим Superview на GoPro, дабы всё влезло в кадр. А сейчас мы находимся на Piazza Cardinali Sistu Riarius Forza. Действительно, захватывает дух. Ну, в Милане ничего подобного нет. Это шло. Это шло. Да-да-да. Напротив вот такой монументальной красоты располагается обычная жизнь неаполитанская с ушкой полотенцев и трусов. Официально спа Канаполи не существует, так как она состоит из нескольких улиц. Посетить её обязан каждый турист. На ней находятся множество красивых скверов, церквей, магазинов с сувенирами, кафе и пиццериями, известными на весь мир. Сейчас, друзья, держим курс на фронтальный фасад Дуому. Под словом Дуому в Италии подразумевается главный кафедральный собор города. В случае Неаполя это собор Святого Януария или Катедрали Ди Сан-Дженнаро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы закончили наше посещение собора Сан-Дженнаро, главного, по сути, собора города Неаполь. Действительно, очень впечатляет своими фресками. Будет также музей на входе. По желанию, можете заплатить и посетить отдельные комнаты. Как будете в центре города, обязательно посетите. Хотелось бы сказать пару слов вообще о соборе. Он построен в честь Сан-Дженнаро. По-русски это Святой Януарий. Родился святой в 272 году после Рождества Христова. Является очень почитаемым святым. Под алтарем есть комната, где хранятся его мощи. Также есть местное чудо в виде клоаклы, крови, которая в определенное время становится жидкой. То есть, это кровь непосредственно Святого Януария. Происходит это чудо раз в год и собирает огромное количество местных жителей, а также туристов. У нас на часах уже 13.00, а это значит время обедать. По заверению моего хорошего неаполитанского друга, который по совместительству Коко, то есть шеф ресторана-пиццерии, мне лично посоветовала посетить пиццерию Домикеле. Надеюсь, мы ее найдем и, так сказать, попробуем реальную неаполитанскую пиццу. Как мы уже наблюдаем неоднократно, Неаполь находится в бесконечном ремонте. А ремонтировать тут действительно есть что. Можно приятный церковь. Да-да. Ну, я так понимаю, мы вернулись по Канаполе. Э, да. Непонятно, что человек пытался сделать. Я надеюсь, пытался освежить улицу. Ну, а пока мы рассматриваем разноцветные фасады домов на пути к заветной пиццерии Домикеле, давайте поговорим, собственно, о пицце. В самой Италии, в зависимости от региона, представление о пицце разнится. В северной части страны итальянцы предпочитают пиццу с низким и хрустящим бортом, тогда как на юге, особенно в Неаполе, где ее, собственно, придумали, рестораны готовят пиццу преимущественно с высоким и мягким, пышным бортом. Но в одном аспекте северные и южные пиццерии схожи. Они никогда не готовят пиццу с ананасом. НИ-КОГДА! Также не заказывайте пиццу пепперони. Ее на самом деле не существует, так как пепперони по-итальянски означает перец, а не салами. Помимо всевозможных наград за качество пиццы, ресторан-пиццерия Домикеле получил всемирную известность благодаря одной из сцен известного фильма «Ешь, молись, люби», где главная героиня, которую играет сама Джулия Роберс, обедит как раз таки в этом ресторане. Кстати, имейте в виду, что в Домикеле готовят только пиццы, маргарита или маринара. Поэтому любители мясных вариантов изначально не теряйте время в очереди. Просто я так иногда задаюсь вопросом, что некоторые магазины вообще не имеют никакого смысла. Они продают какую-то вообще непонятную ерунду, которую опять-таки непонятно, кто будет покупать. Плавный поворот «Направа». 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 вот лантика пиццерия де микеле мамма миа да это просто километровая очередь за пиццу все очередь я не знаю если мы ее выстоим к сожалению мы не стали ждать этой километровой очереди за пиццей одного из самых известнейших ресторанов пиццерии неаполя поэтому сейчас поменяли курс на другое место под названием джину этот ассор биллу все равно кстати пиццерия достаточно очень известная конкретно есть два известных ресторана от этого владельца в центре милана и вот один второй то есть первый в неаполе поэтому также предварительно даем свою рекомендацию но мы возвращаемся на спак на поле в поисках нашей пиццерии тоту и джину сурбиллу пьяца сангайтану очень красивая и там кстати смотри тоже какая-то цепь очень заслуживающее внимание это мне кажется наш эй кола пицца ребята это классическая пицца сосисчо фриорелли я лишь добавил еще сугуди помодоро а это настоящая пицца как она была создана в общем наш обед неаполитанская пицца подходит концу что можно сказать по поводу фриорелли я был совершенно не прав предположив то что они будут такие же на вкус как южный ресторан который я посетил в милане настоящие неаполитанские фриорелли достаточно очень горький поэтому если вы любитель горькой пиццы тогда попробуйте вот я же все-таки советую вам попробовать классическую пиццу которые заказала моя жена она действительно очень вкусная и я скорее всего вот пришел к пониманию то что самое вкус и вкусная пицца это действительно пицца которая по сути своей самой простой это маргарита просто моцарелла и сугуди помодоро базилика действительно вкус незабываемый нежный и отличается от всех остальных пицц которые я когда-либо пробовал в Италии однозначно советую вам попробовать неаполитанскую пиццу именно в Неаполе и вообще на юге Италии лично по моему вкусу я предпочитаю именно пиццу с высоким бордом я советую я почему везде пеперончино потому что они очень суперстичиус и это пеперончино очень сладко так кстати друзья для тех кто очень любопытен по поводу факта того что везде на улицах находится так или иначе символика красного перца все связано с тем что по городскому что ли суеверному обычаю перец чили пеперончино должен каким-то образом приносить людям удачу за две пиццы с бутылкой воды и бутылкой кино то мы отдали 23 евро что достаточно неплохо для известных пиццерии в Италии после обеда мы взяли курс на площади церковь сан доменико маджори дорога до площади пролегала через улицу сан григорио армино которая полна различного рода сувенирами и презепи это такого рода рождественские композиции изображающие младенца христа в яслях деву марию и святого иосифа в некоторых композициях фигурирует еще и ослики пастухи или быки презепи популярны не только в неаполе но и по всей не поединяйте не поединяйте и и и и и и и и и Это уже что-то цивильное. Это что за место? Университет Неаполя, один из самых древних университетов в Университете. Университет 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 чем знаменито, тем, что здесь находятся статуи по своей сложности просто Капу Лаворов. Их, к сожалению, мы сегодня не сможем посмотреть, но я постараюсь найти, так сказать, соответствующие материалы по этим статуям и отправлю здесь, прикреплю здесь к этому видео. В общем, можете сами оценить, все выполнено из мрамора и действительно на таком уровне, что статуя выглядит буквально живой. В общем, сделав небольшую передышку, мы сейчас отправляемся к церкви Санта-Киара, тем самым мы спускаемся на юг Неаполя к морю. Жара Неаполя меня немного разморила, возьму себе Крема Кафе, всем рекомендую, если вы никогда не пробовали. Действительно, очень вкусный и сытный десерт стоит недорого. Вот, друзья, мы наконец добрались до церкви Санта-Киара. Церковь Санта-Киара – это религиозный комплекс, включающий в себя монастырь, гробницы и археологический музей. Монастырь был построен в 1340 году королем Робертом Мудрым в качестве усыпальницы королей Анджуйской династии. Во время Второй мировой войны здание было практически полностью уничтожено бомбардировками. За счет вот таких выпуклых пирамид, конусов и огромного фасада стены действительно создается впечатление монументальности и аутентичности. Но после реставрации в 1953 году церковь вернула свой первоначальный облик. Мы спускаемся к морю на юг Наполи и идем прямиком к замку Ново, Костель Ново. Во время продолжительной прогулки по Неаполе у нас оставалось стойкое ощущение какой-то бесконечности города. Секрет этого, возможно, лежит в разнообразных и цветных фасадах зданий. Каждое здание вроде и похоже на другое за счет стиля Барокко, но в то же самое время контрастирует своим окрасом, деталями окон и узором стен, а также и гравировкой. Наконец-то мы добрались до Костельу Ново. Замок впечатляющий, именно отличительный, да, то, что он находится прямо на береговой линии моря. То есть построен даже в такой стилистике, которая напоминает всеми узнаваемый форт Боярд. Замок Костель Ново – это одна из известнейших достопримечательностей Неаполя, которая в корне изменила политическое значение города в свою эпоху. Дело в том, что в 13 веке главным городом неаполитанского королевства был Палермо, а в Неаполе была расположена лишь небольшая резиденция – Костель Капуана. Зайдя на престол, Карл Анджуйский отдал приказ о строительстве замка в качестве новой резиденции для семьи монарха. После возведения замка в 1282 году монарх перенес столицу Неаполитанского королевства в одноименный город Неаполь. Друзья, в общем, вообще у меня комментариев нету по этому поводу. Действительно, что было необычным, конечно, сейчас увидите, так это скутериста с прицепом мороженого. Это, конечно, вообще светлая голова и очень предприимчивый подход к ведению бизнеса. Легендарная галерея Динаполи, похожая есть в Милане, Ди Виторио Эммануэле. Галерея Умберто Первого. Величественное здание было построено в 1891 году и является отправной точкой многолетней реконструкции Неаполя, которая называлась Рисонаменту, что буквально в переводе на дословный русский язык значит «делать здоровым снова» и продолжалась до Первой мировой войны. Галерея была призвана создать общественное пространство в центре Неаполя, объединяющее бизнес, магазины и предприятия питания. Здание является частью объекта «Исторический центр города Неаполь» в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. На первый взгляд, друзья, эта галерея может показаться такой же крутой, как одноименная в Милане, но на самом деле это не так, потому что в отличие от фэшенебельных бутиков, которые расположены в центре галереи Милане, здесь расположен ЮНЕСКО, ребята, где я только что купил SD-карточку, поэтому это достаточно комично, как для жителей Миланы, но ладно, чек. Театр Сан-Карло, в общем, мы, наверное, уже внутрь сегодня туда не попадем, потому что он, скорее всего, даже закрыт. Вход туда будет платный, это как пить дать, но приложу пару фотографий к этому видео, чтобы показать вам антураж всего интерьера. И, конечно же, вот этот вход в саму галерею тоже достаточно такой бомбезный и впечатляющий. Пойдем. Двигаемся по направлению Пьяца Дип-Лебищиту, то есть тоже одна из самых главных площадей города. Собственно, долго нам идти не пришлось, вот мы уже, собственно, на самой площади. Действительно, в масштабах Неаполя после прогулок по узким улицам, типа Спако-Наполи и основной части города. Такие просто размашистые площади действительно дают глоток свежего воздуха после душных и тесных артерий города. А это уже Палаццо Реали, прямо напротив площади Плебищиту. Субтитры создавал DimaTorzok В общем, посетили мы этот замечательный собор. По стилистике он довольно-таки напоминает тот самый пантеон, что находится в Риме. Округлый такой интерьер с куполом на потолке. Достаточно очень красивый, рекомендован к посещению. Нам осталось увидеть лишь Везувий. Мы находимся буквально в двух шагах от береговой линии города. В принципе, сейчас будем искать этот самый Везувий. Если я не ошибаюсь, Везувий там. Перебегаем быстрее улицу, потому что здесь нас никто не будет ждать. И вот Везувий какой он есть, дорогие друзья. Но неужели не красота? Все так спокойно, умиротворенно. По-итальянски. Делаем финальный рывок до самой южной точки нашего маршрута. Это Костель-де-Льобо. Фактически, замок, который являлся в свое время также фортификационным сооружением и защищал порт Неаполя от нежелателей и врагов. Курьезным фактом данного замка является непосредственно его название – Костель-Гобо, что в переводе означает «замок яйца». И да, там не строили птицеферм и не складировали запасы куриных яиц. Замок носит такое название лишь из-за своей продолговатой формы, которая напоминает яйцо. Достаточно очень красивое. С точки зрения его расположения, прямо можно сказать, Костель входит в море, что, несомненно, является его отличительной визитной карточкой. Костель-Гобо Костель-Гобо Неаполя подходит, к сожалению, к концу. Что сказать? Город, пульт, город, мечта, город, эмоции, конечно же, и... Эпичной концовки нашего влога посещение Неаполя за один день не выдержал даже третий аккумулятор GoPro. Поэтому ее пост в этой сцене занял телефон, который, в свою очередь, не выдержал того ветра, который разыгрался на море. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте ваши эмоции в комментариях и, как всегда, чивидяму престу.